Здравствуйте, друзья! В этом видео покажу, как искать рекламные площадки на Smart Responder. Для этого мы идем на этот сайт. Вот сюда. Так, сейчас я удалю этот хвостик. И вот здесь вам покажу. Вот, заходим сюда. Идем в каталог. Ищем тематические рассылки. Тут они разбиты по темам. В моем случае мне подходит все, что связано с интернет-бизнесом, с интернетом, с компьютером, с раскруткой сайтов и тому подобное. Заходим, например, экономика и бизнес, например, школа бизнеса. Заходим сюда. Здесь сортировку делайте по количеству подписчиков, ход убывания. Вот, чтобы у вас с большего до меньшего шло. Видите, вот так она сразу идет, сортируется удобно. И вот, например, школа эффективного интернет-бизнеса. Переходим сюда. Вот, сохраняете название. Я это, кстати, уже вот сохранил, школа эффективного интернет-бизнеса, да? Количество подписчиков сохраняете. Все это вы можете посмотреть внизу. Если, вот в прайсе на рекламу в этой рассылке, если вы сюда нажимаете, и у вас есть, человек разместил такое контактные данные, вы их тоже сохраняете. Вот так вот копировать. И вы сюда его внедряете. Вот, я сюда его уже вставил. Вот. И здесь у нас человек оставил, вот он, e-mail. Вот что, в принципе, я и сделал. Вот мы сейчас можем написать, копировать. Копировать и написать письмо данному человеку, да? То есть, вот вставить. Здесь тему берете отсюда. Куплю рекламу вашей рассылки. Идем назад. Вот. И здесь прям копируете этот текст вот отсюда. Вот копировать. И вставляете. То есть. Все. И нажимаете отправить. После этого вы помечаете, что вы отправили вот номер один письмо. Вот сколько отправил писем. А здесь пишите даты, когда вы будете еще раз ему отправлять письма. То есть, те же самые. Почему мы это делаем и зачем? Не все сразу ответят вам на данные письма, потому что могут не прочитать. Или еще что-то. Поэтому мы делаем пометки, сколько писем мы человеку отправили. И вот сегодня у меня 21 ноября. Поэтому я в принципе это число не написал, потому что я отправил это письмо. А вот следующее письмо, если человек не ответит, я напишу 22 ноября и 23. То есть, моя задача писать ему письма до тех пор, пока человек не даст какой-то ответ. Либо он положительный будет, либо отрицательный. Либо он согласен на то, что мы разместили рекламу у него в рассылке. Или нет. Главное получить от человека ответ. Также вот еще обращаю ваше внимание на следующий момент, то что не у всех есть прайс для размещения на рекламу в рассылке. Если этого прайса вы нажмете и не будет, то пишите «Связаться с автором» вот сюда на эту кнопочку. И заполняйте соответственно. Также вот отсюда вы берете вот из этой формы все, что здесь написал. Вставляете сюда. Давайте сейчас, чтобы было наглядно, покажу. Тема, вот, куплю рекламу в рассылке, сообщение. Такое. Вот. Да, и кстати, здесь нужно email для связи еще раз указать, еще в таком виде. Так, почта, да. Почта, и мы здесь напишем почту нашу. Вот, supportblog.yandex.ru Почта. И здесь вы можете тоже почту еще раз указать. И здесь пишите число с картинки. Капчу. Капча называется. 158-637. Все. И нажимаем «Отправить». Все. Давайте я здесь тоже. Укажу почту для связи. Чтобы она у вас тоже была. Там здесь сейчас. Попредактируем. Так, значит. Вот мы, значит, пометили, да. Все. Письмо я тут подредактировал. Вот, в принципе, и все. Ну, давайте подытожим теперь, да. То есть, смотрите. Ваша цель. Чем больше вы отправите писем, тем больше вы заработаете. Вот. Но прежде чем отправлять письма, вот, сделайте вот такой набор базы данных, да. Хотя бы 10 авторов найдите. И напишите 10 писем. Вот. И пометьте их вот соответственным образом. То есть, если сегодня у меня 21 ноября, вот я написал, что я отправил вам первое письмо. Следующие письма я отправлю 22 и 23 ноября. 22 и 23 ноября. Еще раз повторюсь, для чего это делается. Это делается специально для того, что многие авторы могут не ответить вам просто с первого письма. Поэтому их нужно доставать, да, в хорошем смысле этого слова, пока они не дадут какой-то ответ. Либо положительный, либо отрицательный. Вот. Ну, что касается, как искать рекламные площадки на смарт-респондер, видео это я заканчиваю. В принципе, здесь все, что хотел сказать, я сказал. Все, идите и набирайте базу авторов рассылок и отправляйте им письма. Да, кстати, вот еще момент. Чтобы сохранять контактные данные, если вдруг человек не оставляет контактных данных вот здесь, да, то есть у него на нажатие, нажать для просмотра ничего не открывается, то вы можете сохранять непосредственно ссылку на эту страницу. Она находится вот здесь, в адресной строке. Вот видите, вот так вы все выделяете, нажимаете копировать, идете в документик, вот, например, вот это сейчас мы Андрея Фаэтона рассылку смотрели. И сейчас нужно из этого слова Андрея Фаэтона, из его имени сделать ссылку. Для этого мы выделяем имя и фамилию его, нажимаем правой кнопкой мыши, гиперссылка нажимаем. Здесь у нас идет вот текст Андрея Фаэтона, мы его менять не нужно, вот в адрес мы вводим сюда правой кнопкой мыши вставить вот эту ссылку и нажимаем вот потом сохранить. То есть, для чего мы это делаем? Если вдруг у человека нету вот этого страницы, да, вот здесь нажать для просмотра, ничего не выходило бы. То есть, мы бы не знали его контактные данные, постоянные, вот, связывались бы с ним только через вот эту форму, связаться с автором, вот. Но чтобы ее каждый раз не находить, вот таким образом, мы сохраняем прямую ссылку на эту страницу. И потом, чтобы потом зайти вот на эту страничку, мы просто бы потом навели мышкой сюда, нажали бы Ctrl на клавиатуре, у нас бы появилась такая ручка, нажали бы левой кнопкой мыши, и у нас бы в браузере вот сейчас откроется эта страница как раз с кнопкой, через которую мы можем связаться с автором. Теперь все. Идите, отправляйте письма. Минимум 10 штук. Пока.